я честно говоря был хорошим студентом не очень хотелось учиться вот я учился на все пятерки у меня не было никогда ни по одному зачету дифференцировано ни по экзамену никогда не было четверок я сразу понимал в медицине можно добиться серьезных успехов только если ты занимаешься наукой медицинской я знал что я хочу быть хирургом я знал что мне нужно заниматься наукой на этой кафедре и я собственно говоря там с третьего курса упор на работу но я думаю что я был хорошим студентом поскольку поскольку вообще я закончила медицинской академии с красным дипломом не всего две четверки были и конечно я тогда не ставил перед собой задачу заниматься исключительно наук как я уже говорил что это желание или это даже потребность она пришла потом по мере того как я развивался как специалист врач и анестезиолог я был исполнительным студентом обычным но ответственно относился к поручениям которые мне давал деканат ректорат был такой сезон что я за три дня пять экзаменов сдавал без подготовки но получил четыре пятерки а пятый по под физиологии профессор посмотрел меня четыре пятерки хочет я тебе поставлю четыре без разговора ну я говорю хорошо ставьте он поставил на я имею одну четверку за первые курсы а самое главное в студенческие годы это было интересная жизнь мы делали все что возможно и невозможное даже и чем больше времени проходит со времени обучения тем больше ценится те события которые были студенческие годы поэтому я ничем не отличался от нормального студента ну на самом деле я это знал еще до поступления в академию потому что без этого ты не можешь защитить диссертацию ты не можешь стать преподавателем ты не можешь в последующем думать о докторской то есть у меня не было там такой мечты во что бы то ни стало стать заведующим или начальником кафедры или академиком или директором института но то что путь в серьезную медицину для хорошей профессиональной траектории нужно только обязательно заниматься научной работой я это свято выполнял я бы не сказал что я пришел в науку скорее наука пришла ко мне потому что еще будучи слушателем военной медицинской академии второго курса я начал ходить в кружок с единственной целью стать практическим хирургом научиться оперировать поскольку специфика студенческого или слушательского кружка такова что любой член кружка должен заниматься и какими-то исследованиями то я потихонечку стал к ним подключаться а вот уже потом когда я стал более взрослым и стал работать преподавателем стал анестезиологом-реаниматологом то тут волей-неволей пришлось заниматься в том числе научными исследованиями поскольку специальности анестезиология она предполагает обязательность участвовать научно-исследовательской работе для того чтобы всегда быть вершине этой специальности я не думал кем я буду работать после получения диплома врача но случилось так что мне приходилось учебу совмещать с работой и можно сказать что я не думая заниматься наукой но пришел из-за потребности объяснить с практических соображений как что возникает у пациентов у меня половина семьи были кораблестроители а половина в нескольких поколениях а половина врачей и я все разрывался между этими двумя направлениями вплоть до того что документы туда и туда даже подавал но последний момент все таки и забрал отдал медицинский институт но в конечном итоге оказался на морском факультете военно-медицинской академии то есть отчасти я совместил морское дело с врачебным делом поэтому если бы не было медицины наверное был бы и кораблестроителем инженером но сложно сказать вообще когда я поступал во медицинской академии у меня была дилема куда идти в медицину или же как тогда называли московское высшее техническое училище имени бауна который ныне университет насколько у меня были определенные склонности к физике и математике я думал что я буду неплохим инженером ну чем бы пришлось у меня любая работа для меня не является каким-то негативизмом надо сказать что есть такая хорошая мысль у черчилля плохой работы не бывает есть работы необходимые я так не отношусь любым делом я бы стал заниматься академия наук это такая организация которая внимательно следит за всеми продуктивными учеными и внимательно старается чтобы самые 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 достойные из них оказались в ее рядах и вот этому уделяется огромное внимание каждого члена академии потому что академия такая организация что если туда приходит сильный научно-продуктивный он делает ее еще сильней если не дай бог туда придет слабый он будет ее так сказать делать слабее поэтому это важнейшие условия что туда так сказать берут самых-самых-самых достойных ярких и сильных а для того чтобы если у человека есть такая мысль надо просто стараться надо работать продуктивно делать доклады делать серьезные научные исследования эти исследования должны быть полезны с точки зрения развития своего направления в стране и тогда это будет соответствовать тому чтобы этому человеку его стали приглашать в академию ничего трудного у меня не было потому что я не пришел к к академическому названию так уж получилось что по совокупности тех исследований которые проводил я с разными коллективами которым я работал оказались достойны для того чтобы быть замечены в академии надо как можно быстрее определиться лучше заниматься на научной работой на медико-биологических кафедрах либо на клинических кафедрах это первая развилка а вторая если все-таки человек определился что он хочет быть клиницистом надо определиться все-таки по какой специальности он хочет быть терапевтом и каким или хирургом и каким человеческая жизнь ну так сказать особенно активная ее часть она очень коротка ну 10-15 ну 20 лет понимаете за это время надо успеть определиться пробиться написать работы найти свою нишу и добиться чего-то серьезного быть целеустремленным не отчаиваться если задуманное не получается поскольку в науке не всегда гипотеза превращается в реальные достижения вот быть веселым находчивым любить жизнь и не только науку самое главное конечно нынешним и студентам ну и молодым ученым хорошо ориентироваться в научной проблеме для этого надо ездить на конференции не только в пределах россии но и зарубеж во вторых хорошо знакомиться с литературой чтобы знать какие темы обсуждаются что спорные что бесспорные важно не изобретать велосипед а вот находить в жизни актуальные задачи которые надо решать и как только ваш мозг сформулировал задачу сразу же надо вспоминать о том что самая постоянная категория на планете это время поэтому как только формулируется в мозгу какая-то задача научная чисто житейская практическая сразу надо представить понять сориентироваться а сколько времени мне надо на решение этой задачи ну я вам хочу сказать так что каждой научной работе есть творческий этап а есть технический этап творческий этап должен доставлять удовольствие вам должно быть интересно рассказать что-то новое а второе должно быть еще терпение и сила воли чтобы это доказать еще техническим этапом потому что это надо привести в соответствии к требованиям научной работы и предъявить это сообществу профессионала то есть вы должны с этим прийти к тем кто этим занимается им доказать что у вас есть новый шаг вот по сути дела наукой надо заниматься если это доставляет удовольствие постоянное нахождение в гуще событий получение тех знаний и информации которая способствует развитию твоего любимого профессионального направления получению от всего этого действительно такого удовольствия а что касается негативных таких моментов то наверное если человек увлечен наукой то я бы не сказал что надо выделять каких-то там три фактора которые были были бы негативными потому что если ты увлечен наукой и работаешь в этом направлении осознанно то очерчивать для себя плохие какие-то аспекты было бы неправильно конечно ключевое в университете это учеба и если вы пришли сюда то вы должны очень много времени по сути дела все время на первом и на втором курсе отдать учебе вот не отвлекаясь ни на что уж слишком много знаний нужно в этот момент толкнуть себя терминологию законы анатомию это все то как бы как свой мир в котором ты дальше как рыба в воде или ты там путаешься это важнейший элемент а второй важнейший элемент что ты должен смотреть не на день вперед или на месяц вперед а думать о том что как же ты закончишь университет и кем ты будешь работать ты должен это понимать и третье но это очень важно чаще всего все таки огромная роль профессиональной ориентации у родителей конечно проще тем у кого родители врачи а еще лучше чтобы они занимались научной или педагогической работой и они подскажут с учетом склонности ребенка какую специальность ему лучше выбрать это в значительной степени облегчает траекторию жизни будущего врача и ученого но это не всегда так я очень много людей знаю которые врачи в первом поколении но и академики и профессора и в том числе мои однокашники у меня на курсе 4 члена академии поэтому я хочу сказать что самое главное чтобы человек быстро сам определялся и трудился и тру и не отвлекался и тогда все из этого получится обязательно занимайся наукой потому что это очень важно для становления кругозора любого врача любой специальности обязательно первокурснику надо записывать то что он учит к занятиям нет ненужной информации в программе преподавания все важно так нельзя это не надо это я не буду это мне не пригодится все пригодится и не знаешь через сколько лет после окончания учебного заведения поэтому и исторические факты и литературные события и какие-то другие факты физики химии там все полезно все надо четко осваивать и обязательно выделять время для проявления чувства высших интеллектуальных свойств любовь дружба взаимопомощь заботливость там всех окружающих и они они и и Продолжение следует...